День второй. Мы приехали, привезли еще часть вещей. Мне кажется, еще две фотки будет все-таки. Завтра сама приеду, потому что такого тяжелого особо ничего нет. И сегодня мы налили хлорку и налили такой дезинфицирующий раствор, который убивает свои инфекции. Сейчас мы потихоньку моем пол и постараемся обогнать эту хлорку между клиток, чтобы избавиться от запаха. Сразу легче стало дышать. Я все равно все-таки не могу понять, если ты болеешь, почему ты держишь этот ковер в доме, который воняет. Мне должно быть чистенько. Не знаю, что мне надо застать, чтобы не было вот этой зоня, этой собаки. И между прочим, многие люди считают, что от хорьков воняет, потому что Шоша чистая, она ходит в лоток, а в нее не воняет. Сегодня первый день, когда мы живем в доме. Мы первую ночь ночевали. Вообще был атас. Шоша там, у нее стресс, она всю ночь не спала, бегала повсюду, от каждого шума вздрагивала. Не знаю, спустим, если мы три часа спали, то хорошо, раз общаюсь с ней на работу, пошла, я взяла выходные, холодные типа. У меня, потому что постоянный контракт мне платят за это, он не может не ходить. Так, вот наша первая покупка, холодильник, потому что оттуда из этого дома мы еще не забрали еду замороженную там у нас есть. И холодильник мы взяли новый за 229 фунтов. Это такой не очень дорогой считается, но он довольно мало потребляет электричество. Вот, его доставили, два года гарантии, вот от плюсов. Ой, а, вот заклеен. Приехали два парня. Такая доставка, звонишь в службу доставки, там автоматическим голосом тебе говорят, где твой товар находится. Стоп, он битый. А ну-ка закрой, он битый, они его должны поменять. Посмотри. Так что пока его не подключаем. Так и оставь его, просто пусть стоит, пусть заменят на другой. Ну ладно, шо я, блин, когда я буду звонить, я не знаю, мне сейчас интернета нет, ничего нет, ладно, разберемся. Меняет этот холодильник, потому что он поменят и все планы. Потому что я должна была завтра уже последний раз туда заехать, все забрать, теперь придется еще раз ехать после работы там когда-то. Мне просто не хочется, дом неприятен. Там что-то придурок может приехать, хозяин, да, там плесень. Сидим, мебели нет пока что, надо сначала пол сделать, стены покрасить. Обои отпарить. Да. Я написала уже письмо, если они завтра не ответят, я позвоню на счет холодильника, потому что это срочно, это не так, что они там две недели будут думать. Надо чтобы это быстро решили. Но это хорошо, что я через ЭБэй брала, там есть Байер Протекшн. Так, вот я сегодня купила гриль еще в Алде, кстати, чтобы там запекать все. Такие овощи. Надеюсь, что он не помятый, но мне, по-моему, по чеку, я пострела, его все равно не пробили, так что... Какой есть, дареному к нему в зубы не смотрят. Что ты смотришь, Ярослав? Короче, мы уехали. Заплатили за последний месяц, все, но мы ему не дали, как бы здесь положено за сколько-то недель, там за две недели, дать предупреждение, что ты уезжаешь. Он мог, мне говорится, не терять деньги и новых жильцов найти. Но мы не знали точно, когда мы съедем, потому что я спрашивала у солистера, ну, этого адвоката, он как бы тоже не знал, короче, ничего не было известно. Мы заплатили, вот прямо вот мы прожили до 1 июля, мы заплатили за июнь и 2-го там съехали. И сначала я пишу этому Марселю, наркоману, говорю, типа, вот, говорю, ну, я не написала, просто мы уезжаем, все такое, невозможно уже тут жить, дышать, Сирислав кашляет, и у нас еще там, короче, типа, надо вернуть в налоговую деньги, потому что вышла переплата вот этого working tax credit, немножко неправильный расчет был. Я говорю, о, у нас такие долги, все, мы уезжаем. И он говорит, ой, ребята, там, надеюсь, вы нашли хорошую комнату, будем на связи. Потом, короче, приходит следующий смс, говорит, вообще-то вы должны нам за июль, потому что вы не предупредили нас за месяц, что вы уезжаете. Это, видимо, он пошел с тем поговорил, и того бомбануло. Я говорю, вообще-то, я говорю, скажите спасибо, говорю, что вообще мы хоть что-то заплатили, потому что все остальные жильцы, они просто последние 3 месяца не платят и сваливают. Все у него так делают, он сам говорил. Я говорю, что все, до свидания, good bye and good luck, заблокировала, в черный список, в спам номера, оба. И я не хочу с этими людьми, мне неприятно, просто все, вот хорошо, что я сейчас технологию взяла, заблокировала, и человек исчез. Ну, на моем телефоне нельзя почему-то. Да, но у меня Samsung. А там остались девочки, она пишет смс, что, короче, шаман этот, который из Ирака привел каких-то своих дружков, и они всю ночь тут были и ночевали в Эрбенбиле, в вашей комнате. Он просто приводит людей, говорит, все, накурен, они пьяные сидели все, и только под вечер ушли. Она говорит, что было жарко, они сели полуголый, и Том ворвался, проверил, но он сегодня с утра уехал, электричество закончилось, и осталось только на emergency. Это не дом, это какой-то вообще, блин, атас. Но у меня с ним как бы есть приятные ассоциации, потому что все равно все, что первое было, все было в этом доме, как говорится. Ну, я вот здесь сижу, здесь сегодня сидела, раскладывала вещи, и вот птички поют, такая тишина, вот здесь совершенно другая атмосфера. Вот мы с утра проснулись просто в облаке, ну, тут типа на горе как бы живем, просто облако, и вечером смотришь на гору, там другое село, светятся огни так красиво и романтично. Шоша по всему дому ходит. Шоша, да, по всему дому ходит. А там, я не знаю, там как-то все-таки внатыч, вот я бы сказала, очень густо, вот, очень, не знаю, везде машины. Тут ты едешь, ты точно знаешь, где будут припарковаться, если не здесь, так вторая парковка. У нас просто возле дома огромная парковка, не знаю, машина 30, наверное, она просто пустая. Ну, здесь стоим с заднего двора, вот, и просто так как-то спокойно, магазины рядом тоже, я сейчас 5 минут едешь, ты в этом Aldi, на Далидла подальше. Надо было купить хоть какую-то еду. Я все еще вот расстроена с то, что холодильник помятый, почему все не может быть идеально? Вот, ну, конечно, есть вещи посерьезнее, которые меня сейчас обстраивают, но не будем об этом. Вот, так что я написала туда на ebay, что могли бы вы нам заменить холодильник, потому что мы его открыли, он там помятый. Ну, это как бы никуда не годится. Не сильно, но все равно, если ты берешь новую вещь, если бы я хотела бы что-то помятое, я бы, говорится, с мусорки бы принесла, или выкопал бы там ржавое. Ну, можно было бы попросить там какой-то рефурбиш или еще что-то дешевле. Ну, да. Вот так. Вот, и посмотрим, что они ответят. Ну, не знаю, как-то будем так питаться нам не впервой, что без холодильника. Только жалко, у нас там рыба будет, чтобы этот лорд не приехал, не потырил, у нас только рыба красная замороженная. Он говорит, если он сперет рыбу, берет топор, просто ломаем его холодильник. Да, а что, блин? Зачем холодильник, если еды нету в нем? Да, да. Там внутри с машиной я перегнула, конечно. Логово Шоши. Ее, собственно, комната. Это Шошина кроватка. Мне надо, кстати, собраться с вечером. Ну, это Шошина, она ее вообще уже забила, честно говоря. А вот наша. Наш матрас мы купили в Лидле, он, впрочем, был завернут вот в такой рулон. Я не знаю, как они его свернули. Пока что в доме только одна полка есть, которая была. Мы как смогли, так и разложились. Но со временем какую-то мебель возьмем. Все, говорится, постепенно. Постепенно все. Вот такая у нас пока что комната. Блин, ну она по ремонту, конечно, лучше, чем та, в которой мы жили. Ну, только вот одна проблема. Вот тоже потолок, да, надо будет сделать. Я должна собрать на завтрак, на экзамен по буждению. Я не знаю, какой день сегодня. Мне кажется, что третий. Я очень устала, потому что очень много надо ездить, перевозить вещи. И я еще сегодня сдала экзамен по буждению. Я так и знала, что сдам, потому что когда вот так все с бухты барахта, тогда и сдаешь. Когда ты типа такой подготовленный, два часа, чтобы ты выспался, тогда во. Так, что еще сегодня? Зря поехала только за цементом, потому что на карточке молдавской закончились деньги. Вот, остались, теперь надо уже с британских покупать. Мы, короче, оставили холодильник, который нам привезли, потому что они дали компенсацию 30 фунтов, и нам вообще-то нужен уже холодильник, еду держать где-то. Так, что еще сегодня произошло такого интересного? А, я еду забрала из того дома, пришла туда, что так посидела, посидела, думаю, блин, как хорошо, мы оттуда съехали. Формат такой, как на даче, мы сидим, жарим еду, мангал. Я туда приехала, короче, просто раковина, полная посуды, на улице валяются, они выставили пакет, дом забыл. Как бы если я не выставлю, так никто не выставит. Никто же не следит за этими днями сбора мусора. Он, короче, выставил пакеты черные, их не забрали, видимо, было слишком много, и чайки пришли, все разворошили. Там вот улицы, вот трусы валяются, просто какие-то пакеты, прокладки. Короче, все разворочено, вот так вот разворочено, уходы. Думаю, блин, как хорошо, что мы съехали. Заходишь в тот дом, там только на первом этаже прохладно, на втором жара, я туда даже не хотела подниматься. И, я говорю, что все такое, дышать тяжело, вот эта плесень. Вот, ну, в принципе, блин, если бы там еще хотя бы было дешево жить. А так он поднял такие цены. Вот, и ждет, не знаю, найдет кого-то вместо нас двоих в одну комнату или нет, что я сильно сомневаюсь. Осталось один раз еще туда съездить, забрать компьютеры и картины, и шушеную клетку, на которой наклеены еще эти все самолеты, да, какие-то там Life Animals, Inside. И осталось вот один раз, и больше, в принципе, уже туда, ну, там, можете в гости зайду, когда он ремонт будет делать. Ой, фу, я даже не хочу его видеть, этого, блин, хозяина дома. Жалко, там, Настю с Лизой они остались, там вообще, мне кажется, оттас будет, потому что он, в принципе, нормальных жильцов не может вообще как бы найти, потому что мы приехали, как-то случайно остались там, потом мама Ярослава приехала, потом она девочек позвала. Какие-то более какие-то рабочие, порядочные люди, как мама Ярослава говорит, с высшим образованием. Мы не просто жильцы, у нас высшее образование. Вот. А у него всегда какие-то там, блин, такие полубомжи, голики, забитые, он там их прессует, как ему хочется. Так что сейчас, наверное, кого-то такого туда и вселит.